Я пришла в театр в 92-м году, после института. Я застал еще старое здание, полуразрушенное. И я знаю, что конкретно вы сделали из театра театр, национальный, академический. И поднялись мы из руин. Все создано для того, чтобы мы творили, действительно. Потому что Купаловский — это душа нации. Мне стыдно за Галеб, потому что... Понимаете, какая штука? Ведь дело глобальное. Здесь стояла уже такая задача родины. Не просто там эти флаги, еще что-то, а именно родину. Которую действительно нахапнут и не заметят. Здесь глобально стоял момент, как они не поняли. Почему они купились так, как бы так, по дешевке взялись, сдали. Просто вот так, как не подумав. Я не знаю. Вы знаете о хорошем. Когда пришел вот новый министр, и вы говорили о том, что не из нашей сферы, это замечательно. Действительно нет любимчиков, нету, как вы сказали. Нет там тот ближе, тот дальше. Все одинаково равны, важны. С его приходом и помощью Министерства культуры мы стали сделать павлинку. Вот мы стали собираться, мы стали репетировать кастинг, отобрали. Мы стали работать. Все стойкие, все держатся, все не продают, не сдают. Потому что есть убеждение, есть душа. Есть самое главное. Понимаете, Родина и то, что мы действительно дарим свою душу во имя чего? Во имя самого главного. Благодаря вам, нам всем, мы флагманы. Даже вот таких четыре человека, плюс новенькие ребята, там 15 человек, мы все равно ими остаемся, потому что воля, она несокрушимая. Главное, чтобы вы только вот так играли, как сейчас, и люди с удовольствием к вам придут. Александр Григорьевич, этот театр сто лет существует, и народ его обожает. Вот просто обожает. И даже когда с нами случилась эта беда, все равно, и даже актеры других театров, все равно они все смотрят, как мы, что мы создаем, мы делаем, или что. Все равно он определяющий всегда был. На него всегда смотрели, и сейчас смотрят. Думают, как же мы, когда мы, когда. Понимаете, и народ его обожает.